Мы изложили коротко наши взгляды. Как вы думаете, большое спасибо посол Калыч справедливым образом и следил своих взглядов. В Москве, когда мы встретились, обсуждали детали участия в этом процессе, говорили об условиях процесса нормализации и без предварительного условия об этом говорили. И мы находимся в процессе нормализации. Сейчас границы являются открытыми. Сейчас даже можем объявить. Господин фасов, услышали, да? Наверное, вы тоже согласитесь. Таким образом, это будет и достижение данного форума. В процессе нормализации между Турцией и Арменией нет секрет, что отношения между Турцией и Арменией имеют глубокий исторический контекст. Но следует отметить, что Армения готова сделать все зависящее от него, от сегодняшнего дня и будущего. А мы решили обнародовать всем между Турцией и Арменией. Мы откроем нашу границу для граждан третьих стран. И не будет открыта граница только для носителей дипломатического паспорта. Мы еще не смогли реализовать, потому что не было готовой инфраструктуры для этого. А можем сейчас обнародовать. Мы стараемся реализовать данное соглашение. Но, в общем, между Арменией и Турцией, если посмотрим на процесс нормализации, мы видим следующее. Здесь есть тонкость этого вопроса. Это действительно для обеих сторон. Иногда получается положительные, иногда отрицательные результаты. Для наших стран, особенно в прошедший период во время стихийного битвия, то есть после стихийного битвия в Турции, границы были открытыми длительное время для оказания гуманитарной помощи для отправления спасателей. Это воодушевляющие моменты, немножко трагический момент. Не нужны трагедии для того, чтобы мы открыли свои границы. То есть нельзя открыть границы лишь в случае трагедии. Да, это проявление доброй воли. Это прекрасно. Но в радости, в хорошее время, в благоприятное время мы должны быть в состоянии открыть границу. Например, я не вижу какой-либо причины для закрытия границы между Турцией и Арменией. Нельзя создавать такие же барьеры. Я знаю, что Турция желает еще шаг. Это часть процесса нормализации. Мы желаем, чтобы люди общались, интегрировались друг с другом. Граждане Турции должны иметь диалог с гражданами Армении. Такая же изоляция усложняет существующую ситуацию. И это просто укрепляет имеющиеся старые стереотипы. Мы не желаем продолжать так. С Эрдаром мы говорили, мы откроем границы для граждан третьих стран. Это скоро будет. И потом приложим усилия для полного открытия границ. Я уверен, что это будет иметь очень положительное последствие. А также будет способствовать разрешению проблем между Арменией и Азербайджаном. Рубин, вы говорили о взаимовлиянии двух культур. Говорили о трагических землетрясениях в 2023 году. Я работаю в турецком радиотелевидении Кюбра тоже была с нами. Один из корреспондентов сопровождал команду армянских спасателей. И в течение одного часа они провели время. Я наблюдал, что вы именно стараетесь дать такой же положительный сигнал. Не хочу продолжать данную дискуссию больше, но хочу напомнить такой же момент. В 1993 году Турция закрыла границы. А потом для граждан третьих стран и дипломатических паспортов мы откроем границы. И аналогичная работа проводится в Армении. Мы здесь собрались, чтобы объединять наши взгляды. Но надо и определять препятствия и устранять эти препятствия. Понятно, откроем границу для граждан третьих стран, но в дальнейшем расширим эту практику для граждан обеих стран. Рубин иногда пренебрегает некоторые моменты. Есть авиасовообщение между двумя странами. И действительно, бальтосамолеты из Турции в Армении и из Армении в Турцию совершаются авиарейсы. Это значит, что есть связь, диалог между гражданами двух стран. Открытие границ не является единственным шагом. Мы делаем и другие шаги для нормализации ситуации. Но особенно в плане веса общения мы создаем условия для продолжения торговли. И без того торговля в определенной степени осуществляется. Часть армянских граждан проживает в Стамбуле, даже осуществляют инвестиции здесь. И мы создаем благоприятные условия для проживания армянских граждан в Турции. То есть, усилия есть, прилагаются. И когда настанет время, полное открытие границ будет способствовать сплещению двух народов. Надо учитывать ситуацию. Важно, чтобы имели дело. Когда мы в Москве встречаемся, без того, тогда не было какого-либо предварительного условия. Мы говорили об открытии границ. Я готов часто посещать Ереван. И пусть Рубин часто будет в Анкаре. Но в Анкаре или в Ереване можно провести встречу без какого-либо предварительного условия. Если не будем встречаться, если будут какие-то предварительные условия, это создаст новые проблемы. Надеюсь, что в следующий месяц, в следующем периоде у нас будет возможность встречаться и будем обсуждать насущные проблемы. И нельзя ограничиться границ только для третьих стран и дипломатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова